Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги воплощение мечты. И наша рубрика Таро Прогноз. Подрубрика Звезда на ладони. Немножко хочу вас развлечь, потому что что-то вы напряженные какие-то с утра. Давайте-ка такую легкую разминочку сделаем с вами. Посмотрим нашу, нашу, наконец-то, нашу украинскую звезду. Тоже в перьях, тоже чудо, но все-таки наше родное чудо, да, все-таки. Тоже догадались все сразу, да? Догадались? Правильно, Олю Полякову. Посмотрим Олю на моей ладошке, что мы о ней увидим, что можем сказать. Как всегда, ее сущность, отношение к Украине, отношение к войне, карьера, немножко личная жизнь, насколько это будет корректно, да? Я стараюсь не перегибать, но, собственно, мнение имею все-таки, да? Так, ну что, поехали. Оля Полякова. Попробуем визуализировать Олю. Оля Полякова. Какая непростая Оля, не поддается. Что-то такое мелькает, мелькает. Много-много кадров, знаете, как много таких образов, прям, и ничего не останавливается. Так, стой же! Еще мне язык показывает, представляете? Так, в кокошнике выглядывая, так и язык показывает. Ох и Оля! Гляньте, не хочет она, чтобы ее раскладывали по картам там. Оля, придется! Придется, Оленька! Вариантов нет. Оля Полякова. Ну вот, наконец-то. Поругала ее, и она, так знаете, сразу такая в школьной форме, с таким воротничком, и такая вот ручками так сделала. Смиренно. Ну ладно. Ну вот, другое дело. Вот. Вот, молодец. Ну, поехали тогда. Итак, Оля Полякова. Кто ты, Оля Полякова? Придется все равно всю правду про тебя рассказать. Так что сопротивляйся, не сопротивляйся. Ух ты, смотри, как она закрывается. Ну, я вам скажу, Оля, что-то не без чего-то. Вы видите, какая она вся такая вот открытая, всем все говорит, все показывает. А смотрите-ка, первая карта Луна. О фигушке она вам что-то расскажет, действительно о себе настоящее, что-то такое важное. Вы видите, первая карта Луна. А Луна-то это скрывает под собой истину. Вот вам и Оля. И смотрите, вторая карта Отшельник подтверждает, да, на самом деле человек закрытый, а вот этим всем, что-то это всей феерии, а это такое отвлечение внимания на самом деле. Во как. Так, большие перемены у Оли происходят, прям большие перемены, колесо фортуны, сильные изменения в жизни. Видите, прямо вот стоит перед выбором, как ей поступить. Ну, прежде всего она выбирает материнство свое, что она прежде всего мать, карта императриса. Ну, все-таки, да, она все-таки на коне рвется, дорога ее какая-то ждет, вероятно, какие-то дороги, активная деятельность. Начнет немножко активничать Оля. Тут у нее, конечно, туговатенько ей, туговатенько приходится, да, по десятке жезлов, туговатенько. Но все равно садится на коня, все равно она такая на месте долго не может сидеть, детей кормить надо, опять же, императрица. Ой, ну смотрите, у Оли все хорошо, у Оли будут хорошие заработки, у нее все еще шансы большие, и она сможет зарабатывать и в любых условиях, и в этих условиях тоже. Звезда у нее, надежда, это все-таки надежда на перспективу, что чуть-чуть нужно еще подождать, и будут изменения к лучшему. Да, ну тут неплохо все, очень интенсивно начнет работать, видите, быстро, скоро, резко, сильно, вся вот как она такая вся, оооо, вот это вот ее карта, как раз вот все это ждет ее. Ой, что-то у нее либо со здоровьем, либо с финансовыми какими-то делами потери могут быть, как бы не по здоровью это, может приболеть из-за всего этого стресса. Либо у нее кто-то в семье, либо в ее семье кто-то может приболеть, но справится, справится. Десятка кубков справится она с этой проблемой. Ну, стервозная, конечно, дамочка, глядите, какая, ох, какая, ну прям стерва-стерва. Ну, так а как, на том стоит, похоже, она, да? Ну, все равно, видите, в своих стенах, она очень семейная, тем не менее, все равно семейная. Мой дом, мои стены для нее очень важны, вот это вот все, знаете, и страна для нее важна. И вот, особенно вот ее дом, прям это, знаете, как вот ее, какое-то вот вместо силы, такая она. Ну, с деньгами все хорошо будет у Оли, прямо прекрасные доходики будут приходить, приходить. Тоже, вот, слушайте, справедливость падает у всех артистов. Вы знаете, вот я сейчас, сколько уже мы смотрели, да, выкладывали, многих. И у всех карта справедливость. Это о том, что карма им прилетает, и получают они, и зачастую, да, вот это вот, они как под микроскопом. Осуждение, шаг влево, шаг вправо, уже осуждение. Где-то что-то не так ляпнул, тут же прилетит. Что-то там не там промолчало, опять прилетит. То есть, карма вот их настигает быстро, они очень публичные люди, их настигает. Вот у всех, у каждого из артистов эта карта выпадала, справедливость, карта кармы. Ну, что тут-то, ничего тут, видите, такого страшного у Оли не выпало, да. Интересная очень карта, то, что она очень закрытый человек. Стервозная такая тетка, да, но она закрытый человек на самом деле. То, что мы видим, это все мишура. Там душа спрятана поглубже, и она ее не планирует никому показывать. Это все ее личное. Вот так вот. А это все, ну, просто так, перья, кокошники и все прочее. То есть, она там намного где-то глубже и дальше. И более, более такая. В общем, не такая она внутри, как снаружи. Вот о чем идет речь. Наверное, все-таки об этом. Так, давайте еще раз посмотрим, Оля. Видите, смотрите, карта маг у нее падает. И иерофант. Тоже, Оля, видите, непростая дама. Дама непростая. Она имеет силу внушения. Она может убеждать людей. Ее выступления, ее слова оказывают влияние. Ее слушают. К ней готовы прислушиваться. И некая такая сила, энергетическая сила воздействия у нее присутствует. Тоже, возможно, знаете, либо какие-то практики, вот что-то она знает. Либо подсознательно просто ее энергия такая, что она может влиять на людей. Вот так вот. Так что, видите, Оля. Ну, в общем, ведьма. Конотопская я. Ведьма, Олька. О, смотрите, императрица. Ну, в данном случае, скорее, со знаком плюс. Да? Если мы смотрели аналогичные карты Блюкер-Корова, но там со знаком минус конфликты. То здесь все-таки она, если она и ведьма, то она ведьма-мать. По императрице. Здесь, как бы, да, такая, такая, все-таки с плюсом, все-таки с плюсом, как бы там не было. Женщина активная, женщина на колеснице, в дорогах, в пути. И везде она будет активна. Очень долго еще сохранится активность за ней. Туз Жезловый будет там блистать долго, нудно и, собственно говоря, прибыльно. Потому что у нее хорошие финансовые карты. Единственное, что у нее там по здоровью нужно бы следить. Потому что что-то там, какой-то, может быть, удар по здоровью. Но она преодолеет этот момент. Так что вот такое вот у Оли. Так что ведьма. Ведьма, Ольга. Ведьма. А я думаю, что она так скрывает? Ну, вот видите, ничего от нас не скроешь. Мы все равно докопаемся до истины. Вот так вот Полякова, да? Вот вам и кокошники. Такая девушка. Девушка. Серьезно. На пути у нее не стой. Видите, королева мечевая. Да-да-да. Да-да-да. Так, хорошо. Давайте посмотрим ее отношение к Украине. Да? Истинное ее отношение к Украине. Итак, Оля Полякова. Отношение к Украине. О, смотрите. Это ее большой шанс. И именно на Украину она делает свои ставки, да? Она, вот скажем так, сделала ставку свою на Украину. И эта ставка сработает. Туз Пентакливый. Это шанс жить долго, счастливо и богато, да? В этой стране. Очень много и активно она будет в Украине. Знаете, Оля много в Украине. Знаете, как сказать? Ну, много ее прям в Украине. Много. Смотрите, эгоцентричный такой. Она самовлюбленная такая дама. Ну, понимаете, да? И, как бы, ну, Украина, да, ее дом. Она, как бы, это ее выбор. Украина, это ее выбор, ее дом. К Украине она кубкова. То есть, благоволит. Она, ну, скажем так, с любовью. Очень боится сейчас за Украину. Вы видите, вся в депрессии, в страхах. Очень боится. Ей страшно. Постоянно, знаете, вот на таком нараспуте. Что делать, да? Вот на измене. Как же, что будет хорошо, плохо. А что случится? Да, нет, вот в таком она состоянии. Да, но однозначно у нее положительное отношение к Украине. Карта влюбленная. Это ее выбор. Это ее положительный выбор. Я же говорю, это ее ставка. Она сделала ставку на Украину. И, как бы, эта ставка у нее сыграет. Смотрите. Да нет, ребят. Это совершенно к Украине отношение под солнцем. Что тут? Тут никаких вопросов. И, мало того, на Украину она поставила все. Все, что у нее было. Вот, поэтому отношение соответствующее. Под солнцем. Такая наша канатопская ведьма, которая поет, да, и прыгает, и танцует, и колдует, и гипнотизирует. И, в общем, да, еще та, еще та Уля Полякова. В Украине ее будет много. Она будет активна. И она добьется здесь успеха. Да. Ее ставка сыграет. Вот такие карты. Ее отношение к войне. Полякова отношение к войне. Война привнесла большие изменения в ее жизнь. Ну, под луной, опять же, видите, как бы угроза над ней. Как бы прямая угроза. То есть ей, ну, то, что страшно, понятно, но непосредственно ей какая-то угроза от этой войны. Непосредственно ей. Какие-то разрушения в ее жизни принесла эта война. Башня. Какое-то разрушение. Не знаю, что, может быть, что-то с ее имением там случилось, да, или что-то такое. Но прям что-то разрушилось из-за войны в ее жизни. Карта суд. Ой. Какие-то бумаги, что-то с бумагами, с какими-то, какие-то, что-то она будет. Будет судебно решать, знаете, либо она осуждает войну много, да, много говорит, об этом и осуждает, рассуждает, вскрывает, открывает. Вот. Либо даже, может быть, и какие-то оформления у нее предстоят, знаете, оформления каких-то бумаг, связанных с разрушением в результате войны. Вот что-то такое тоже может быть. Где-то что-то она, вероятно, помогает, потому что, видите, рыцари Пентакли, видимо, где-то какую-то помощь. Она кому-то оказывает. Ну да, Паша у нас тут кубковый. Ну, у нее точно есть какие-то потери, связанные с войной. Точно, прям, смотрите, потери. Что-то она потеряла, что-то она потеряла, либо потеряет, но что-то какие-то потери ее с войной ждут. Естественно, ей это не в радость, чего уж там говорить. Да, и карта суд, видите, у нее с войной. То есть, либо она будет что-то себе отстаивать по суду, да, либо кого-то, ну, она просто может быть то, что она осуждает всяких там артистов. Это карта суд, ну, как вариант. Но мне кажется, нечто большее все-таки. Что-то там с действительным судом будет. Вот прям с судебными какими-то вопросами, с бумажными вопросами, да, вот что-то такое может там всплыть. Вот так вот. Хорошо. Что ждет Олю Полякову в ее, скажем так, личной жизни, да? Кто она и что она в личной жизни, в личной жизни. Ну, вся ее личная жизнь, да, вокруг нее крутится, вокруг ее цели, ее задачи. Она у нас, видите, девяточка кубков, такая зацикленная на своей особе. Ну, опять же, знаете, как бы тут личная жизнь, тут уже как бы такое дело, все у нее неплохо, но у нее как бы заработки, и для нее очень важны заработки, да, чтобы обеспечить всех надолго. И для нее как бы важнее финансы, чем какие-то там, чем какая-то там любовь или что-то еще. Есть у нее какие-то страхи, опасения относительно личной жизни, опять же, чего-то там она переживает и волнуется. Я не скажу, что женщина прям счастлива в своей личной жизни, вы знаете. Как-то ей вот успех и деньги заменяют что-то такое, вот личные какие-то женские, ее личные женские победы, заменяют ей победы в творчестве, да, вот победы в бизнесе. Вот это все, она вот ушла вот в это все. Что-то, видите, что вот в личной жизни, что-то она оставляет и уходит. Ну, наверное, мы не будем сейчас сюда далеко копаться, конфликты у нее в личной жизни, и башни, видите, разрушения какие-то в личной жизни. Не хочу я сюда лезть, потому что карты мне не нравятся. Это, в общем, это, наверное, уже лично, в общем, не очень уволит в ту сторону. Но, что касается бизнеса и творчества, будет процветать, будет процветать и активно работать. Вот. Ну, не бывает все хорошо, да, не бывает. Либо там, либо там. Вот такие у нас, такие вот у нас сегодня прогнозы. Такие карты выпали на Олю. И давайте еще последний вопрос зададим. Оля, Оля, Оля. Просто одной картой. А кто ты, Оля? Просто одной картой, да, вот ее. Вот кто она? Смотрите, колесница. Оседлавшая колесницу. Управитель, руководитель. Она оседлала и погнала, да, управляет своей жизнью, управляет жизнями других людей. Она такой управитель, руководитель. Тот, кто... Не тот, кто везет, да, а тот, кто управляет, кто сидит сверху. Угу. Угу. Ну, вот так. Ну, вероятно, да. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Ну, карты не обманешь. Ну, что ж, пожелаем ей удачи в творчестве. И дай бог, чтобы в личной жизни у нее все наладилось и стабилизировалось, дай бог, да. Ну, а в творчестве все будет неплохо. Немножко поберечь бы ей свое здоровье. Что-то там немножко не очень хорошо. Но в целом, как бы, дороги для нее открыты. Да будет так. Аминь. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч. А Оля ведьма.